Всем привет, с вами Михаил. И сегодня у нас будет уже третья часть прохождения новой кампании в U-Bot. Напомню всем, что прошлые две части у нас были трансляциями, и вы можете посмотреть их в соответствующем плейлисте либо в разделе трансляции на Ютубе, либо на Рутубе, потому что повторюсь в который раз, для тех, кто может быть не в курсе, ибо спрашивают под комментариями каждую серию по-прежнему, да, в связи с замедлениями Ютуба, в связи с его плохой работой на территории России, я решил сделать зеркало канала на Рутубе, куда буду заливать все новые серии прохождений, то есть параллельно будут у нас и на Рутубе, и на Ютубе. По крайней мере, пока что это будет так. Поэтому, кому удобнее, можете посмотреть там. Ну и напомню, что у нас было кратенько в прошлых двух частях на стримах. Стримы получились довольно веселые, конечно, не без моих ошибок, безусловно, как всегда, как это уже называют, синдром стримера, но тем не менее. Начинали мы с вами с самого начала войны на лодочке типа 2А на У-4. Успешно ее, скажем так, прошли, сделали несколько боевых походов, получили необходимые нам очки модернизации репутации для получения лодки типа 2Д с увеличенной дальностью. Тоже двойка, но дальность раза в три больше получается, чем у 2А. И сейчас у нас как раз У-145. Именно на ней мы сегодня с вами и будем воевать, потому что на семерку, опять же, нужно нам с вами зарабатывать какие-то новые очки, какие-то, да, новые там репутационные, скажем так, победы получать, чтобы перейти на новый тип лодки. Соответственно, сейчас мы с вами этим и займемся, посмотрим, что у нас будут миссии за сегодня. Поехали! Вот наша двоечка, лодочка типа 2Д в классной камуфляжной раскраске. Опять же, тоже были вопросы, откуда у нас появились камуфляжи, откуда у нас появились эмблемы. К ГРУ-болот есть также небольшое дополнение, стоит буквально 10 рублей, который как раз эту косметику и добавляет. Но это больше так, конечно, поддержать разработчиков, да, можно его купить, ну и получить что-то прикольное, опять же, для своей лодки. На дворе у нас сейчас 31 января срекового года. Вильямс Хаффан. Начнем мы с вами, я думаю, с того, что нашей команде пора бы в отпуск, потому что усталость у нас минус 30... 13 единиц в минуту, прошу прощения. И пора бы нам, конечно, отдохнуть, потому что выходить на новую сдачу с такой усталостью чревато. Чревато бунтом, какой у нас был как раз на самом первом стриме. Довольно честно получилась такая игровая ситуация. Ну и кроме того, опять же, о чем я говорил в самом начале, так немножко коснулся. Сегодня мы с вами точно не перейдем на новый тип лодки, потому что там нужны датчики модернизации, которые получают, допустим, за битву за Тоннаж. Но мы ее уже прошли, уже получили на 2D пересерии. Пока что у нас осталось буквально две миссии из Капа Флоу и минирование Британских острова. Новых пока что у нас нет. Не здесь, не где-то в Средиземке. Не видели бы еще. За Капа Флоу мы получим навык целеустремленность. Навык хороший, репутация хорошая, деньги хорошие, да, скажем так. И миссия очень интересная, но ее бы как раз хотел оставить, я думаю, что до какой-то совместной с вами трансляции. Это раз. И может быть до лодки типа 7. Почему? Потому что на семерке больше тропед, семерка крупнее, да, семерка в этом плане, конечно, поинтереснее. Да, на двойке можно залезть с Капа Флоу, но тремя тропедными аппаратами много дела не наворотишь. А если уж мы туда полезем, то хочется, конечно, там быть салон в посудной лавке, да, как говорится, отбиваться до последнего, топить как можно больше. Вот. Посмотрим-ка, что какая-то миссия у нас пройдет там. Вот. Пока не зарекаюсь. Но все-таки прямо сейчас, братья, я бы и не хотел. Поэтому те, кто ждут сегодня с Капа Флоу, с Капа Флоу сегодня точно не будет. А кроме с Капа Флоу у нас получается по задачам только минирования. Причем за первый этап, ну, который буквально выполняется за один поход, мы получим всего лишь сотню репутации. За второй этап, да, в общем-то, то же самое, то есть ерунду. Но третий этап, конечно, навык быстрая перезарядка, это хорошо, это очень полезный навык. Но вот нужен ли он нам, при том, что походы будут такие довольно рутинные. Опять же, на двоечке у нас мины влезают, но без тропед только, да, поэтому кого-то поатаковать мы с вами не сможем. Пушки у нас тоже нет, напоминаю, кроме зенитной двадцаточки. Поэтому будут такие себе миссии. Ну, посмотрим, посмотрим сейчас. Я думаю, что разок на минирование можно сходить, а почему бы и нет? Опять же, посмотреть, как он сейчас в новой версии игры. Так, ну, перед тем, куда пойдем, давайте, во-первых, начнем с навыков. Пополним сейчас лодку и потом сходим в отпуск, а потом будут уже новые миссии, и, может быть, там дадут какую-нибудь новенькую же цель, не знаю, то есть, ну, почему бы и нет. Так, что сейчас делаем? Ага, сейчас как раз в моем альтре-эго стоит у нас, надеюсь, красивых девушек на берегу. Ладно, есть у нас там красивые девушки. Ну-ка. Судя по всему, не особо. Судя по всему, не особо. Сейчас, может быть, немножко пролагала так игра, потому что первая загрузка, первые минуты, она вот так вот ведет меня, по крайней мере, на моем железе. Да, здесь точно некрасивые девушки у нас на берегу. Увы, здесь какие-то бородатые мужики. Ну, Европа, что сказать. Нет, не будем пока что с ней общаться. Вот еще один вышел у нас тоже немец Фростман. Тоже поглядеть на красивых девушек. Не, парни, вы здесь не найдете, я уже посмотрел. Так, давайте сходим-то сейчас в порт. Дайте мне пройти, пожалуйста. Дайте пройти. Так, так, так. Все, спускаемся. Надо сходить сейчас закупить припасов. Пока в отпуске, пускай на шлотку сейчас там подкрасят, погрузят там, да, все необходимое на нее. Все. Подготовить к следующему походу. Так, чем нам может помочь этот товарищ? Надо снижать лодку. Во-первых, заливаем, конечно же, топливо. Да, дозаправляем полностью. По предметам у нас кофеек, дашки, динамит, двуазный костюм, винтовка, да, все, что у нас есть. Ну, как винтовка, карабин, да, получается у нас здесь. 98К, вот все у нас здесь есть. Опять же, даже нет личных слотов там под кофеек, который спас мою жизнь, поэтому я теперь буду возить его очень много. Вот, покупать нам нечего. Давайте возьмем сейчас торпеды. Торпедные аппараты. Опять же, у нас 5 торпед. Ну, кстати, я не знаю, если сейчас поднем на номинирование, то торпеды, по идее, блядь-то смысла особого и нету. Вот. Так, а что у нас по боеприпасам? Давайте посмотрим. Зенитные орудия, да, немножечко боеприпасы у нас поистаскались. Хотя бы зато, что еще 2000, давайте-ка, сколочный фугасный возьмем, потому что, мне кажется, получше будет по самолетам, особенно по одномоторным, если только вы их там, конечно, прилетят. Так, ну и провиант. Отгружаем фруктов по полной. Так, колбаски у нас так уже полные. Что у нас, красивый хлеб. О, смотрите-ка, свежий хлеб появился. Ничего себе, срок хранения всего лишь 8 дней. Но свежего хлеба у меня в сегодня еще не было. Прикольно. Возможно, тут буквально сейчас, вот перед записью видео, игра скачала какое-то маленькое обновление. Может быть, свежий хлеб добавили там. Не знаю, давайте прикупим. Порадуем экипаж булкой, а что бы нет. Так, срок давайте прикупим. Поглотители у нас полные. Ну, здесь у нас все тоже есть. Хотя, кстати, по медицине надо подъедать, наверное, аптечка. Почему? Потому что у нас медики их тратили. И запас карман не тянется, говорится, да. Так, и улучшить лодку. Чем мы можем ее улучшить? Электромотором. Так, опять немножко подвисло. Нет, все нормально. Ну, подвисает, повторюсь, это вот первая минута буквально прогрузка текстуры. То есть, да, каких-то там вот этих вот особенностей игры идет. Это, возможно, просто вот именно на моем компе. Так, рисунок на тропедах можно еще изменить. Тоже, да, кулея пасть. Но тоже маловато, да. Вот косметика разработчики могли бы еще побольше сделать. Ну, ладно, что есть-то есть. Возможно, разработчики слишком сильно не хотели в трэш уходить просто, да. Так, ладно, покидаем. Покидаем, больше здесь делать нечего. До свидания. Надо, ну что, еще экипаж у нас повышения требует. В частности, Саботонычу можем дать новый навык. Давайте посмотрим. Так, что у нашего Иохима есть? Иохим у нас довольно подготовленный, конечно, товарищ уже, да. У нас командный дух, и железный кулак, и кок, и командирский навык. Ну, даже не знаю, что ему дать. По-хорошему навигаторам можно дать, да. Он довольно часто тоже, как бы, у нас навигацией занимается. Общительность, ну, тоже может быть. Наблюдатель тоже полезно. Ну, так у нас в целом это получается такой старпом. Да, у него, в общем-то, по старпомской линии все есть уже. И командный дух, и железный кулак. Да и готовить вкусно умеет, если что, да. Бутербродиков острогать может. Поэтому тут я даже не знаю. Но все полезное по-хорошему. По-хорошему, по-хорошему, по-хорошему. Давайте, может быть, возьмем наблюдателя, потому что все-таки... Хотя, не знаю, он, не сказать, что-то сильно часто на перископе сидит. Пу-пу-пу-пу-пу, даже не знаю. Ну, вот общительность, да, игра в карты хорошо. Но у меня картежник, во-первых, уже есть. Во-вторых, в досмотровой партии старпома я, как раз, гонять-то особо не буду. Потому что он у нас не лингвист, не что-то еще. Поэтому смысла с этим мало. Администратор ему дать, да, как тоже зачем. Стрелок, может быть, более метко стреляет из палубного зенитного орудия. Вот это, кстати, вариант. Вот это вариант вполне себе. Нет, давайте возьмем пока что наблюдателя. В конце концов, стабилизирование перископа в ручном режиме, это полезно, это приятно. Но, опять же, лучше друживать суда. Тоже пригодится. Так, все, саботом, ничего у нас есть. Давайте следующего. Следующий у нас кто? Наш механик Зейтса. Механики, да, у нас сейчас Зейтса и Лемники. Переходим к ним. Зейтша, да, Зейтша, получается. Так, что у нас? Здесь у нас товарищ идет по линии торпед. Терпедантичный, торпедист. Терпедаст, да, надо было навык называть. Так, ну что мы ему дадим? Судовой инженер у нас уже есть. Поэтому, в общем-то, он ему не особо нужен. Что еще кому? Что еще кому? Моторист, да, тоже у нас, в общем-то, есть. Ну, хотя, конечно, следствие. Просто, видите, опять же, у нас на Типе-2 нет мастерской. Поэтому навыки следствия, навыки механика, ну, такие будут не сильно полезные, конечно. Ну, опытный механик, ну, может быть, может быть. Опять же, он снижает урон при нахождении на ГКП. Тоже, может быть, имеет смысл взять. Либо взять все-таки судового инженера. Потому что увеличивает эффективный урон торпед, как не крути, тоже неплохо. То есть, ну, вполне может пригодиться. Либо мастер, время ремонта сократить. Давайте просто мастер. Ну, пускай, наверное, по линии ремонта у нас будет сокращать время ремонта, и потом что-нибудь еще ему дадим. Потому что по дизелям я смысла ему мало вижу пока что. Хотя, конечно, тоже навык полезный для всех. Но вот колеблюсь, колеблюсь, да, полезно все. Но если механиков у нас и на семерке будет вряд ли больше, чем два, поэтому и один, другой у нас, моторист, навык полезный будет. Да, все-таки снижение заметности у нас будет. Вот за счет этого. Давайте, да, давайте дадим у себя моториста. Потому что торпедная веточка у меня неплохая. Кстати, мастер выживания, смотрите, да. У нас так все задачи по ремонту выполняются быстрее на 10%. То есть тоже, кстати, классный навык, очень полезный. Так, все, есть. Что у нас еще? Еще у нас... Что еще? Наш фонд Барон здесь, да, судя по всему, решил повыситься. Давайте. Нет, Гитрих Лютер у нас. Гитрих Лютер. Командир тоже. Так, Гитрих, что нам с тобой делать? Куда он тебя повышает-то? Ты же вообще непрокаченный. Непрокаченный, но знаток английского у нас, да? Угу. Так, ну этот товарищ у нас будет ходить на досмотр явно. Ему будет нужен навык навигации. А если навык навигации, то по идее еще общительность было бы неплохо. Потому что как раз присутствие этого офицера в составе досмотревого партия повышает вероятность успешного убеждения во время ведения диалогов. Я думаю, имеет смысл. Давайте ему дадим, да, картишки. Так, все, есть. Может, Гитрих у нас выходить из матросов, да? Из пролетариев, поэтому тут все хорошо. Так, нет, а наш фон, фон Дрески, наш как бы тут остался. Давайте с Гитрих Лютера сейчас переместим вот сюда тоже, вот. Потому что у меня по привычке обычно трое, как бы, да, командиров здесь. Потом двое механиков, потом радисты идут. Так, Лемникер, я забыл повысить еще, да, точняк, навыки. Вот Лемникер у нас как раз моторист, да, судовой инженер, мастер выживания, тоже сила. Вот Лемникер, ну, с торпеда особо вкладываться мы не будем. Ему будут... Вот именно его бы я повел бы по ветке ремонта все-таки. Вот что мы можем дать ему мастера, да, чтобы он быстрее чинил лодку, потом слесары и опытный механик. То есть вот так можно идти. Либо сразу слесарь и опытный механик заготавливать, скажем так, офицера под семерку, когда у нас будет мастерская, да, чтобы он уже соберел металлолом и мог бы делать прям комплект. Он, опять же, насколько это полезно. Не знаю, давайте я пока что мастера возьмем. Просто пока что мастера, пускай быстрее чинить нашу лодку. Мне кажется, будет хорошо. Потому что торпедаст, опять же, повторюсь, у нас уже есть. Так, давайте напоследок включаем помпу и вентиляцию компрессора. Подноверяем сейчас воздух и всего прочего. Тропеда, повторюсь, пока что мы не грузим. Мы, наверное, уходим в отпуск. Так, единственное, что у нас... Так, нет, мы старший офицер. Мне нужно бы сейчас взглянуть к рекрутам. Нет ли у нас здесь каких-нибудь еще... Нет, ну пока здесь ничего интересного нету, да. Матросов у нас плюс-минус пока еще есть. Ладно. Ну вот, офицеров тут у них тоже нет. Хорошо. Так, давайте сейчас уходим в отпуск. А, стоп, нет, оставить отпуск. Штаб, 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 еще штаб, еще штаб мы забыли. Потому что, видите, у нас сейчас полуавтоматический режим штаба. Одну операцию мы назначить можем, одну не можем. Ну, штаб у нас сейчас отдыхает, но мы можем немножко пнуть, да, хотя бы одну операцию запустить. Вопрос какую? Что нам нужно? Гидрофон? Хорошо. Аккумуляторы? Отлично. Сонарные ловушки? Прекрасно. Вот улучшенный гальюн, мне кажется, это действительно то, что нам нужно сейчас. Так, у нас... Нам для этого нужен тоже механик. Давайте-ка мы сейчас, может быть, знаете, что с вами сделаем? В отпуск пойдут не только лишь все у нас. Давайте мы сейчас нашего минера, скорее всего, да, с лодки, может быть, снимем. Он у нас на борту, да. Вот этот статус сейчас надо с вами убрать. Так, торпедаст, давай сейчас. Все, просто готов. Вот, идем в штаб. Не говорим, что мы в отпуск, а торпедаст у нас будет изучать новый гальюн. Мне кажется, за его не срабатывающие торпеды в прошлом выходе то, что надо. Наказание пойдет. Так, две единички репутации, у нас есть три. Отлично. В реальности, получается, исследование у нас было бы первого, но седьмого, сорокового, то есть буквально через полгода, поэтому, ну, плюс-минус реалистично, да. Все, будет у нас лодка немножко потише. Опять же, да, уже как-то рассказывал про подводный лодок, который погибло как раз из-за гальюна. На реальный случай такой был. Вот, поэтому, ну, штука полезная. Штука полезная. Принимаем. Да, скажете вы, что можно было изучить сонарные ловушки. Я с вами согласен, но пока не хочу, потому что они довольно-таки, на мой взгляд, так сказать, опережают сильно время и довольно имбованы. Имбовы сейчас вот для этого периода, потому что на сонарную ловушку ведутся просто все изменятся противник. Ну, я, конечно, не знаю, может быть, сейчас обновление что-то изменили, но пока что вот я такого не видел. Вот, хочется немножко пока что походить без них. Еще пострадать под Вася Бомбинами, да. Так, ладно, давайте мы сейчас уходим в отпуск. Хотя, слушайте, у нас хлебушка из свежего, у нас мораль там повышается. Может, пока без отпуска? А что он за приказы есть? Доставка агента Ирландии. Ну, это мы же делали, миссия такая, если не сильно бодрая. Хотя, конечно, дадут на виде командира даже, сложно среднее. Ну, вот за офицера, конечно, можно было бы, потому что будет кого штаб запихнуть. Хотя у нас личный командир для штаба есть, по большому счету, да. Нам это Франц Старчич не особо-то и нужен. Так, и патрулирование. И патрулирование, да, у нас получается здесь и здесь. Здесь сложность высокая трафика, незначительный, сильные ветра. Здесь у нас трафик также незначительный. Ну, как-то даже минирование, получается, нам не дают. Какая-то фигня. Ну, конечно, там можно выполнить доставку агента, чисто вот за офицера. Но потом идти в отпуск. Нет, давайте-ка сейчас сходим в отпуск, пока нет кислятой, опять же, унятных нормальных миссий. Я думаю, самое то, да. Давайте-ка сейчас сгоняем. Нам нужен отдых. Все, мы устали. Наши пальчики там, да, писали, стреляли. Так, куда мы поедем? Альпийский курорт, Баварская деревня, Релинное гнездо. Все по 21 дню. Ну, рейсмарок у нас хватает. Что, ну, скорость здания в штабе не особо нужна. Опыт приятно, но нужно ли? Вот именно в плане усталости выгоднее всего Баварской деревни, да, потому что получается минус 50 кусталость в течение 10 дней и усталость накапливается в течение 7 суток. Но 7 суток, ладно, это по всем отпускам, а то, что минус 50 кусталость в течение 10 дней, это как бы неплохо, на самом деле. С другой стороны, надо ли, не знаю. Давайте вам для разработки возьмем альпийский курорт, потому что в штабе у нас тоже задание есть. Гальюн изучает, может быть, даже успеем его поставить на лодку, почему нет. Все, давайте, отпуск начался у нас, и увидимся теперь в феврале. Пропускаем. Первый день, второй. Четвертый, да, у нас шестой. Через два пошла перемотка, восьмой. Эх, да, лодочка без нас скучает здесь. Флаг грустно развивается на ветру. Ничего, ничего, двоечка. Сейчас мы выйдем с тобой в поход. Смажем водой морской пеной и солью твою палубу. Так, штаб у нас, значит, изучил. У нас одно очко репутации, поэтому ничего мы здесь толком сделать не сможем. Так, и у нас, да, у нас улучшенный гальюн. Но если я правильно понимаю, это у нас, по-моему, по-моему, оно особо-то не улучшается. Так, давайте-ка посмотрим. По-моему, оно там по дефолту стоит и стоит, типа. Но это не точно. Лучше проверю. Так, гидроакустический пост. Что у нас тут еще? Покрытие палубы, электромоторы. Ну ничего, у нас больше здесь до нового на тему гальюна не появилось, судя по всему. Ну и хорошо, ну и хорошо. Я думал, ну вдруг там сейчас реально можно какой-нибудь фарфоровый унитаз поставить. Но нет. Так, ладно, продолжаем наш отпуск. До свидания. Еще пять суток проматываем. Видите, мне уже не сидится в отпуске. Уже зашел на рубку. Тоже посмотреть бинокль опять. Так, что у нас? Все, все. Даже получили за отпуск мы еще опыта. Ничего себе. Не знал, что за отпуск опыт дают. Так, улучшенный гальюн. Все. А, стоп. Да, хотя мы не поставили на изучение. Так, основные ловушки требуют 3 единички репутации. Видите, да, это технология 41-го года. То есть это опережает у нас на полтора года технология. Поэтому я хочу плюс-минус как-то близко ввести к реальности изучения технологий. Может быть с небольшим пока опережением. Чтобы не делать себе игру слишком легкой налоги из будущего. Но пока так. Так, давайте-ка посмотрим, что у нас там по новым задачам. Есть что-то у нас по новым задачам? Ну, черт, а нам не дали. Печально, печально. Сейчас, по идее, в марте будет вторжение во Францию. И там вот веселуха всякая начнется. Ладно. Опять решил ложить с первого лица. И опять даст виски. Какие-то окошки штабом этом заглядывать через бинокль. Долбанный воевист это. Так, ладно. Давайте бежим к старшему офицеру. Там еще предложат интересного. Так, присниться к флотилии в Киле. Не особо хочу. Ну, есть ли смысл? Есть ли смысл? Можно, как бы. Но есть ли смысл? Я думаю, смысла нет. Так, у нас, смотрите, минирование Ла-Манш появилось. Интересно. Так, цель операции является району воздействия Портленд. Плюс 100 опыта, плюс 500 денег. Ну, не густо, конечно, но минирование Ла-Манш сходить можно. Все равно мы хотели на минирование ходить. Даже тропеды не грузили. Давайте, да, сбегаем в Ла-Манш по-быстрому. Выбираем эту миссию. Так, идем на склад. Тогда сейчас и сражаем нашу лодку уже, соответственно, минами. Да, видите, у нас сейчас получается три мины в тропедных аппаратах ТМБ-3. Тропеда, мины, бодом. Домная неконтактная мина для подводных лодок. И запас тропед получается. Одна в запасе. Вот одну тропеду можно погрузить. Всего лишь одну. Да, не более, к сожалению. Давайте вкинемку парогазовую. За 400 марок погрузим. Это раз такое дело. Так, по провианту у нас должно хватить. Хлебушка есть. Хлебушка, смотрите, можно еще прикупить. Хотя он на 8 дней всего будет срок хранения. Давайте купим, потому что, насколько я знаю, там, по крайней мере, раньше было так, что продукты не портились. Сейчас не знаю. Пропускаем сутки. Все, есть. Заходим на камбуз, давайте посмотрим, опять же, что у нас готовят. Опять какой-то супец. Так, супец, судя по всему, из консервов только. Ну, вот хлебушка, как раз, можно погрузить, раз он там недолго хранится. Вот, давайте его. Так, и нам нужно сейчас еще офицера вернуть, кстати. Да. Заведите, что мы берем с собой все. Изучал в штабе и хватит. Хватит прославляться. Погнали. Так, выйти сюда нужно вот сюда. Примыть в районное значение. Дополнительных условий у нас нет никаких. Нам бы, конечно, торпеду бы сейчас загрузить сюда, потому что по-любому по пути где-нибудь что-нибудь, да. Но это я не подумал, надо бы сначала выгрузить мину, а потом погрузить торпеду. Да, как бы поменять. Ну, ладно. Хорошая мысля, как говорится, приходит опосля. Сейчас только единственное, что можно сделать, ну, кстати, как вариант, давайте-ка сходим на склад, связи с лодком, торпеду, дать, сейчас мы торпеду выгрузим. Вот так вот. Выйдем. До свидоса. Теперь зайдем сейчас в торпедный аппарат, может быть, да. Так, выгрузи минус первого. Вот сюда давайте, да. Так, кто-нибудь на стол. Лемненький, давай ты конкретно беги выгружать. Не халтурь, не халтурь. Х48. Так, Лемненький, дофигел от моего приказа, выгружать ничего не стал. Так, давай, 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 надо выгружать. Лемненький. Что, он не хочет это делать? Категорически, гад, оказывается. Да, прям, не хочет ни в какую. Может быть, опять же, место просто не хватает. Здесь надо будет, куда я перевожить, как вариант. Вот тут, конечно, не буду врать, не знаю точно. Так, из второго аппарата, допустим, ну-ка. Да, подтверждаем. Приказ, ага, смейте, когда от второго пошли. Может быть, я приказ просто не подтвердил. Здесь вот нас мин, такая колбаска. По-моему, сейчас выгрузилась. Так, ну-ка бы, с вязком. И, соответственно, сейчас берем торпеду уже в... Да, блин. Ааа, они грузить начали. Так, стоп, до свидания. Нет. Зейдж, нет, 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 нет. Чем будет тебя занять-то, я даже не знаю. Давай какой-нибудь сейчас на пострулевого беги, короче. Ты там точно нужен, я гарантирую. Так, я сейчас пойду на склад и куплю вам торпеду. Так, да. Потому что совсем как-то не хочется идти. Да ё-моё, опять, смотрите, да. Вот только заходишь на склад, сразу погрузка. То есть, ну, судя по всему, наверное, никак. Или как? Нет, как, да. Всё, отменил здесь нормально. Берем-то торпеду сюда сейчас. Ага, и опять мина, смотрите, опять мина. То есть, вместо торпеды у нас грузится мина. Прикольно. Не, ладно, так мне не надо. То есть, здесь, в любом случае, у нас в торпедных аппаратах будут только сейчас мины. Торпеду мы взять можем, но на обратный путь, увы. По-другому никак. Давайте матросу дадим сейчас с Азейджа. Бедняка, который не надорвал себе спину. Так, идём на склад. Ну, берём-то хотя бы торпеду последней, что делать-то. Так, давайте. Так, всё, погрузка есть, есть, до свидания. Всё, 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 всё. Пропускаем, точнее, 7 часов ещё на всю эту движуху, да. Так, всё у нас здесь есть. Ну, выходит, наконец, из порта. 20 минут прошло, скажите вы, да, только лодка у нас выходит из порта. Ну, так есть, так есть. Всё, средний вперёд, погнали. Так, а по матросам-то у нас, да, по матросам у нас всё полное. Хорошо. Так, а что у нас по матросам? У матросов нет вопросов. У нас Штефан Келлер также с туберкулёзом госпитализирован. Жалко. Жалко. Элвин у нас на борту. Нет, не на борту, он просто у нас в резерве сейчас. Жалко, кстати, что забыл его взять. Ну, не суть. Так, ну, а так, остальные все уже готовы. Прекрасно. Так, давайте 140. Время ускоряем. Почему кнопочки сейчас покинуть с район порт у нас не появилось. Возможно, пропустил, пока смотрел сейчас экипаж. Так, мы в мелководье, это я понимаю. Всё, погнали дальше. Сейчас заминируем там всё. Всё, уходим вперёд. Топливость может не экономить, потому что, опять же, у нас поход будет короткий. В общем-то, атаковать у нас только одна торпеда будет. Вот опять здесь лодка сообщает-то о противнике, ну, атаковать нечем. Есть только минами закидать. Ну, либо зенит, как раз, расстреливать транспорт, но это я не очень люблю делать. Поэтому идём пока так. Так, а что у нас на порт? Судя по всему, опять в кого-то воткнулись. Да? Так, заходим на УЦО. Меня правильно поправили, да, что не УЗО, а читает как С. То есть, по сути, это как бы УЦО у нас, можно сказать так. У нас есть какой-то дым. Дым, дым, дым. Но где этот дым, непонятно. Где-то далеко, да, у нас, судя по всему, какие-то шапки дыма стоят на горизонте. Ага, вот-вот-вот-вот-вот-вот они. Вы закрывали пелинг-0. Это у нас Ла-Манш прикрывает товарищи. Давайте-ка уходим пока просто на север. Просто обойдём сейчас на донном положении, отправлю даже аэропорт, пожалуй. Почему нет? Получим немножечко плюшек за это. И давайте пока прижмёмся, может быть, так, к северному берегу Ла-Манша. Пройдём здесь. Так, пока что опять же Х-140, то есть противник где-то вблизи нас не дают нам сейчас скинуть. Давайте-ка дадим немножко саботом ничего на наблюдателей. Ну, нет, там всё чисто пока. Дым на горизонте обнаружен, но дым это дым, дым это пускай. У нас сейчас 3 часа дня. Думаю, чтобы авиация сейчас не засекла бы, но пока что ещё, я думаю, пройдём. Дизеля у нас новенькие, да, пока сильно не дымят. Год у нас осевервали с рокового. Вполне себе можно проскочить. Так, саботон, что у нас там, давай посмотрим. Ну, пока как будто бы даже чисто по горизонту. Ну, даже да, даже да. Страну, что игра не даёт нам ускорить время больше, чем в 140 раз. Ну, ладно. Так, да, сейчас ещё раз вентиляция, помп, компрессор, гирокомпас включаем тоже. Почему бы, собственно, и нет. Ждать нас будет по-настоящему здесь. Ну, туда как раз и идём. Опять же, как мультик котёнок гав, да? Тебя там ждут неприятности. Не ходи туда. Как же могут они ходить? Они же ждут. Вот так и у нас тоже сейчас. Они же ждут. Так, давайте саботон, ничего, тоже матросов на вахту. Так, можно в рябинт, то есть, отправить два матроса, посмотреть, если вокруг нет ничего, как бы, да, то матросов просто снять, да и всё. Так, у нас 17 часов уже, дело к вечеру идёт. Видимо, сейчас будет ухудшаться, поэтому... Думаю, сейчас... Так, дым на горизонте пилинг 2, 9, 8. Так, 298, что у нас там? Ага, вот у нас патруль англичан. Боевой английский флаг у нас, да? Да, сходимся на бортом. Чуть-чуть севернее ещё возьмём вот так. Чтоб уж точно у нас бы не засёк. Всё, отмен тревоги есть у нас. Идём дальше. И ускорение времени снова доступно, прекрасно. Так, отправим рапорт ещё разок. Чтобы товарищи, которые пойдут за нами, знали, что здесь патрулируют, в каких районах. Да. Какие корабли. Так, Сабатонович, ты бы отдохнул, да? Чё-то ты устал. Мне вот сейчас плохо шторм, у нас на вахте вообще никого нет. Ну, кроме матрёсиков. Все отдыхают. Не понимаю, почему все отдыхают. По идее, она же вахта настроена не так, чтобы все отдыхали тут. Не совсем вот так. Как это у нас работает. Потому что получается вот... А, стоп. У нас у Литра не настроено. Правильно, вот в чём дело. Давайте-ка мы сейчас ему ставим вот эти вот так вот вахту по середине. Между мной и Сабатоновичем, чтобы он у нас перекрывал бы частично, да, вот эти вот все области, скажем так. Так, и здесь ещё два часика. Так, так, так. Ага, здесь ему что-нибудь отдыхать дал. Вот так должно быть. Да, всё, вот так тебе хорошо. Так, Сабатонович, ты давай конкретно здесь отдых, потому что вот эти вот любые задачи, по факту, это никакие задачи, я правильно понимаю. Ну, хотя, хотя, ладно, пускай Сабатонович оставим любые задачи, тут тоже. Вот так. Любые задачи, там, хочешь отдыхай, хочешь не отдыхай, как бы, да? Свою вахту отрабанил, а дальше уже решай сам. Так, давайте на это сейчас ещё, может быть, Гитриху тоже дадим вот в начале вахты на свободные задачи по часику. Так, этого у каждого получается два по шесть, да, где-то по шесть, где-то по пять получается. Нормально, у меня получается больше всего здесь три, шесть. Ой, давайте куда-то сейчас мы ликвидируем дело. Здесь можно дать себе отдохнуть, а вот здесь можно дать любые задачи, потому что здесь у нас по идее лютро должен быть на вахте. И вот, в принципе, хватит. Так, и здесь тоже можно дать любые задачи, потому что опять же здесь тоже он на вахте. Всё, так будет хорошо, я думаю. так все погнали дальше на шторм так что там кому отсутствует кок это ладно глава что не кук да и вот мы точно не съедим как песню высоского до хотели кука съели кока точнее наоборот хотели кока до съели кука так что у нас по горизонту ну кроме красивейших пейзажей кота дыма на пилинг 250 особо ничего интересного дам ну ладно ладно посмотрим мочек мэр тоже с нами стоит конрад в ушанке здесь ухода волна конечно красиво красиво сделано так у нас что-то еще где-то по 330 дымы тоже заметил вот там эти дырка на волне поднимаемся то что то есть нас уже ждут так носиком пойдем про сейчас немножечко вот так вот все так воздух 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 все давайте даем рапорт и на перископку уходим вокруг 6 много кораблей противника который нас ищут поэтому сейчас самолетом играть мы не будем просто погружаемся сразу и все включаем синий освещение наверно чтобы экономить побольше воздух все рапорт отправили до что дошли до района вывели свой это противника погружаемся продолжаем по ней была задача все есть тому ваши у 145 с любовью движемся есть есть все под водой красным то идем по прямой час пока что то блин смотрит агат нас хорошо заходит ухты даже два смолета по нам заходит то есть пятничка потом получили за что-то уж не за что так что у нас дать к боевую тревогу даже отключим пока потому что ну летайте смотрит летают что тебе поделать так и пожалуй пущу к перископ пока потому что по перископу вас как смогут увидеть я бы этого не хотел так чё не опускаем таре опускаем давай на сотку так сильно болтаешь что-то ну да лодку болтает довольно сильно на рулях так ладно перископа что мы не опускаем не понял все равно ли опустить перископ давайте 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 не хочет года все надо делать ручную а все у нас перископа так уж на нуле все дальше некуда я понял то есть это у нас уже чисто из-за волнения так но есть погрузить метров так на 20 дадим сейчас импульсом холодом посмотрим глубину подкилим заодно узнаем здесь от пяти до 100 написано как бы точно фиг его знает сколько ухти кучу лови петров а стоп 48 функции нормально испугался думаю как так так то у нас сейчас тремор на гидроакустики понял наш фон барон так где кстати у нас вот нас фонд резки давайте-ка вот сюда механика вот сюда только у нас неправильно все фон барон наш пока пускай отдыхает у согласен а кустик лучше вам еще пригодится однозначно так шум винтов порожен понятном сохранение автосейвы без них никуда так еще шум винтов идем дальше так текущего на 20 хорошо давайте-ка еще разу к хаотиком пошлем посылочку что у нас там подкилим и что подкилим 30 метров хорошо прекрасно жалко не команда там тогда докладывать там через каждый там пять минут на грабы рядом то что здесь уже 20 50 написано здесь 50-100 то есть тут мы можем уже одно и цепануть не хотелось бы пока с перископа сам слезучая за ним сижу то нужно спускаемся посмотрим часами на и холод так вот нас и холод можем за него сами сесть так что нам нужно то первых включаем его до изменение большие глубине звери мало глубин послать импульс 25 метров у нас да ну где-то так можно послать сейчас поменьше да у нас от ищу и почти побольше наоборот тут масло работать не будет дам так ладно сейчас . мигает то есть но вот примерно до так на так 20 метров так у нас подкилить получается меньше даже показывать как будто вот наше получается 25 метров до года подкилим около десятки маловато а то будет так с таком режиме ну-ка попробовать с интереса не он так бесполезно сейчас так давайте утро закрываем волнами того смотреть так и на малой глубины пока есть запас хорошо а вы все проверяйте постоянно контролируйте и это делать по кнопке 2 поглядывать вниз просто что у нас там по дном днищем лодки над этим пока дальше готовимся к к минным постановкам эти пауза 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 туда не услышал немножечко шумели считать на перископку того на рима повыше 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 давайте повыше и сейчас самый малый вперед вот о чем я говорил то есть да немножечко простакал и все уже воткнулись доблестно в дно так мы на мелководье хорошо с его тропеда прошли повредили были отремонтированы интересно походу да логично что снизу могли поднять вошли не рули ложки рулет так общего там какой-то рули бы поставить конечно может побольше так что у нас там по расписанию по задачам где это у нас тут то есть торпеды камбуз это все не то матросики от матросика удалится поставить на вентиле кого-то дать показ прийти там пять поставим где-нибудь так я думаю да я думаю допускай так будем подчетче глубину держать надеюсь это пока что не похож на сильно был где-то вот вам и вода 2 матроса часто рулях сидят хорошо после глубины вот пускай так она и будет дежурить им так дым на горизонте малая группа но тоже по нашу душу но пока не палимся давайте пока тихий ход час дадим команду айфахт порта сейчас по всем но вот здесь новка мин машины стоп так самый малый вперед ставим мина так где внешняя камера там да увидите вас одна уже глава дно через некоторое время она уже будет вполне себе активно и опасно для противника не типичная задача наш лодка что ставить мина тебя может быть для двоечки даже и логично так мы подходим берегу потихоньку сейчас вдоль берега пойдем вот так минную банку такой поставим так немножко развернем так ставим еще мину опять бак да когда вот на внешне переключаешься хочешь посмотреть то есть получать сделать это быстро нажать f2 потом н потом еще раз в 2 так легла у нас тоже на дном по че видите там все у нас есть все-то логически всякие там ручки проще туда для установки всего этого красиво так не будем пока полиция диаграммами больше так не сосредили же много так ставим еще мину давайте так что нас пожар тому в воздуху то там так новая цель покинуть район у нас еще же мина есть смысла покинуть район дать к тихий ход пока отменим может там еще запасе мин это были да у нас еще как минимум одна мина есть давайте мы сейчас тоже загрузим матрос у нас уже есть тоже отлично дается пока эти 140 пока машина на 100 далеко отойдем кончить берег пилим ся все есть так амина поставить наш кнопка пропалах нас на получит спин тропедно сейчас через перископ топе тропедный допустим угол атаки все давайте топим 1 мина пуск да нам угол сейчас не важно с вами просто откинули мину так хочу глянуть я там далее главное одно все отлично ну дополнительный подарочек британцам привезли все надо чуду ходить у нас получается контакта на юге развернемся пойдем так ждать берега ухту 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 ухты так тихий ход тихий ход тихий ход ландо полный аларм глубина сильно маленькая чтобы позволить себя обнаружить так как то у нас на перископе да икотека я самый перископ с батоныч ну пока мтдского нет никого смысла так и пока я сам на перископе надо убрать чертям чтобы не политься так одно плохо заходит не за корму может с гидрофона меня услышать но вроде не должен прошел нормально так воздух опять ищут насыщенно просвистел мимо дальше до центра ламанша полетел куда-то так все идем хорошим такие миссия конечно выходить ночь да я вот вышел практически днем это зря ночью смогу чуть мне не доводом уходить авиации бы ночью сейчас не работал так и на стоп машина стоп машина стоп машина стоп машина что можно на дно под залечь либо глубину еще поменьше сделать 15 давайте поставим что с текущей глубина 5 это кажется 7 никакие ворота у нас такой перископа просто найдут так тихий ход нас включен отлично синее освещение есть отлично все лодочка стручка погрузил ждем пока все пройдет ты сменится с менеджетом и до посмотрим даже для интереса так текущей глубина 20 и что мы средства не вижу тоже где-то уже ушел то ли что а нет вот торпедный катер торпедный катер катер это болт у нас так ну ладно 1 катер не так страшно это можно что зениткой бороться с ним тогда пока что самое малое вперед и потихонечку уходим что сна подкиллим то в целом нормально запас есть 5-6 какие-то там еще ползем давайте уходим потому что дальше глубина будет только увеличиваться то есть в общем то то что нам надо так что по воздуху у нас 79 нас поглотители еще есть поэтому нормально три у нас еще 92 процента это более чем достаточно тоже для выполнения задачи сейчас уходим а входим конце к дубру до к выходу сломанша и там мы посмотрим может быть получится конь потопить кон транспортник ну так чисто для репутации и просто удовольствие скажем так так 15 метров принято с прямой приказа пока отменю все трэмор нас на радио даже зачем-то сидит трэмор ты можешь сядешь и не знаю к тому за гидрофон не как те идеи это мне кажется знать немножко поважнее чем передавать в диаграмму сейчас он тут 10 12 рублей досуде по гидроакустики нас тут ищут на неплохо так где-то близко проходит эти максимум 48 доступно глубине мы пока нормально проходим это хорошо хорошо пока что сниму все остальные лишние сообщения здесь глубина вполне себе достаточно здесь можно даже побольше она идти будет поглубже со что найти себя перед нами все перед нами так временно сейчас полдень нам еще 12 часов продержаться но воздуха нам хватит что включим вентиляцию ненадолго это ладно так что у нас там по дисциплине дисциплина у нас падает кстати да то есть несмотря на то что мы были в опуске дисциплина падает на слишком много матросов на счет дам дать ка сейчас цепи уберем матросов это мотор и матросами пока оставим еще могут пригодиться все еще дисциплина падает нужно не так сильно хорошо ну конечно ищет нас нормально прям так если посмотреть как гибралтар проходим блин время пол первого идем дальше давайте-ка пошли в импульс пока что у нас там подкилем 7 метров немного конечно принципе нож кряпнуть не должны опять же мы уходим сейчас южнее здесь будет глубже 1050 300 начинается поэтому тут я думаю нормально пройдем так вроде бы сейчас противничество сыскали отдалились от нас уходит все сигналы за корму до доступно нам даже больше скорее времени пока идем под водой пока я не буду сейчас идти над водным рисковать зачем нет никакого смысла можно покажется просто на перископку сейчас поднимать так когда задача нас выполнена и получил очивку заминирование потому что в этой компании да и в этом обновлении покажите еще ни разу ничего не минировал так с батона считаю под ним перископ то есть посмотреть что у нас там вообще в округе происходит даже дух матросасти подкину покажите спокойно да у нас давайте поднимем повышен так осмотримся осмотрим все просто может всплыть до провинтирует лодку хотя бы можно использовать поглотители но зачем если вокруг никого точно рация может прилететь внезапно это до внезапно бристоли опять честном вряд ли так и прямо давай давать рапорта всплываем средний вперед все действительно так давайте сейчас таких вот мы отключаем белое освещение гиро компас включаем компрессор и помпа вентиляция все что надо все включаем сейчас так рапорт отправляем тоже и уходим куда-нибудь опять же к дуру так здесь нас патрули мы помним поэтому пойдем по северному краю то есть опять же вот так на вахте пока я сам постою так контакт корабли у нас это что это у нас где-то ухты на типа ладно серьезно вы только еще заметили капец нам отчеток близкого заметили это ребята давайте-ка сейчас дадим право на борт постараемся просто сделать и что мы его не видим что у нас тоже не видят да блин . что матросы на вахту категорически нужны но нас не видит блин ну как он вылез ну судя пусть у найти какой-то там заряд туман только было кита клочья там туману просто вырнул из них и это только сейчас мы заметили либо просто может быть массу акции просто кали так они обрели тревогу ну драться с ним мы не имеем возможности у него конечно здесь привес во всем чем можно надо снаряд на перескопку срочно давать самый полный вперед отправляем рапорт хотя бы буду знать него погибнем да ну блин то конечно косяк вахты потому что так близко сми не сдал почему почему еще шли не на 15 тысяч ускорения у нас есть какое-то время так пока не там готовят пушки 5 так люстра да и повесили все скорее ныряем ныряем рапорт отправлен в благо чтобы глубина подкилевская скулья выгул подкилем узнаем пока мы все он оборужена 69 метров прекрасно ныряемся ожидать не на перескопку на 50 сине освещение тихий ход гироскоп отключили благо что британцы мажут благо что они мажут нам повезло повезло да что пощадил пощадил нас британец конечно хотя все его орудия повернуты но пощадил хух общить вас 1 1 пушка причем то право да у него две получается налево интересно то есть то есть он ждал какую-то волчью ставишь справка может появиться решили переблеть британский командир решил посмеховаться может быть может быть да и верхняя участь 2 2 из 4 или по нам и 3 гибели на другой борт плюс провешивает он сейчас люстра но чтобы тактино искать нас акустика это понятно это гадалки не ходить какой-то что у нас там вы и дабл где-то из этой степи если не ошибаюсь так у нас сейчас ход давайте самый малый наоборот все тихий ход есть не глубины у нас дать может даже на ручной поставим пока чтобы еще потише быть ху повезло конечно чудом чудом повезло да что у нас вахтенные на эсминцы еще более слепые чем наши оказались это конечно дико повезло не такое такса батон че я хочу сбегал бы чисто перископом не интересно точно тип эсминцы пляжу просто так вот для себя так я хочу хочу определение танкер ковет эсминец для трубы для ташки однотрубные это не black swan это не sims tribal так тоже по моему были вадим не ладо рудики или двух людей из двух родителей точно три был да там без сомнений казалось что я дороге киа почему решил идут тип эсминц уточнить потому что я подумал что вроде бы вроде бы мне показалось что были одна рудийные мне нужно такой w ли что-то нас там куда-то типа смеется на тройку согласен делом нас тут вот у нас тут двух ли нет ни одна рудики так вот тройку драйбл с двух родины по моему интересно на других это были полнотипах о тип g если не ошибаюсь насчет м не помню эсминца вот я был точно были двух рудички так кто это там сможет быть это да интересно 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 так давайте-ка сейчас посмотрим еще на перископ так где мы тут перископ верните не перископ а я что у нас там воды так много уже так ну-ка спуститься посмотреть не рельс сухо показалось что вода была страна на глюк визуальный так саботон живой снова за командирским интересно опять же мое любопытство не удовлетворено так справочника приду над на трайбл похож ну я был же в реальности пом были двух родины насколько я помню а вот теперь и теперь и в правильно друге ки тип еф блин сына и плохо чтобы у вас вновь тип еф то есть я должен что-то в w типа это тип еф и в точно 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 будут прошу прощения перепутал да вот и все теперь мое любопытство полностью удовлетворено еф еф мне от этого не слаще да и не легче потому что нас обнаружили эти нючка лево на брат он у нас выходит на атаку сейчас будет вася бомбина 1 в этой компании так может точно знать где мы по туда полный вперед даем сейчас сильно на борт паники вася бомбина очень близко только над нами вася бомбина смотрите у нас сильно по каме легли нормально дать пока самое мало вперед пока отходим сейчас получается шоу прямо нам с кормы выдали резко право на борт полный вперед поэтому вышли с под его накрытие бомб в целом удачно в целом удачно так ладно нормально нормально так часто низко качество пищи еще часто понятно где я делал то что на готовке пищу так-то хлебушек консервы чем не нравится давайте подборю колбаской крутите охотничьим там сейчас пока пока нас бомбят так ладно надо пробовать уходить на юг глубина побольше 50 100 так самый малый что у нас еще здесь но все что можно можно включились не освещение тихий ход да то есть ничего другого нет так нам сходится еще киркорабли противника шума и топлива одна и плохо например на даме что счет боюсь туда боюсь туда а вот у нас вот у нас да не так не прям под нами ну как бы то близко по борту но это терпим пока пока отползаем может пришли на грунт пока я думаю преждевременно пока я бы еще подождал так матроса давайте мы сейчас снимаем пока пока столько не нужно так матрос сейчас уже сейчас да они немножко на моего потребления снижают отлично на двух узлах так потихонечку пойдем так она кустика что тогда сейчас на кустику посадим тремор адрески у нас под акустику больше заточены я думаю что будет лучше так фишер давай куда-нибудь сейчас на контроль повреждения беги адрески давай на гидроакустику вот сейчас там уж нужней так шум винтов первым 10 так и теперь от рамович давай-ка ты отдыхать тебя не отправить у нас пока боевая тревога да ну пусть пресса там же на контроль данных на кп такс 25 понос что заходит к нам да нет нет пока поносу не заходит дресски получше донска показывает помыть эти контакты перинги пока отползаем мы слишком глубины бомбы сами себя поглушили своих акустиков поэтому тут у нас нормально так малый конвой пилингс 25 дайте мне торпеда войны группам также сближаются к нам у вас бомбану смыть пока эти тетететь тогда скрестка сейчас лево набор самый полный нас обнаружили я понял но те самые малые давайте вот вражескую сонар плохо это будет нелегко но мы выдержим так идет на нас гад давайте самый полный надо часу отведут лодку от вас а бомбанов так и самый малый снова пока так фух пока так пока так пока так мать или без пареньки мы справимся согласен находит перед нами пока но у вас обомбленным большого не кидается опять же думал час глушит просто нас для всех остальных и сам вас не слышит не дать нее гидроакустик такой себе глуховатый парень либо может чуть там сам по себе кустика слабенькая да на сбросить снова несколько снова потеряли отлично потненько блин все вокруг нас да сейчас . что можно опять же пытаться сплыть пока недалеко к надводному идти мы приближаемся плохо дать к пока на перископочку под подводным осмотримся попробуем то судя по данным акустики недовольно далеко там несколько миль от нас шансы есть шансы есть так поднять перископ час матросов на перископа давайте осмотр что может сейчас зря воздух трачу на эти все сплытия поднятия но если можно сейчас сплыть и дать узлов 10 как бы отсюда побыстренькую свалиться в район это будет прям шикарно глава снова не нарываться на такой же эсминец давали все чисто дать всплываем всплываем тогда сейчас всплываем самый полный вперед опять же данные акустики сейчас такие поэтому уходим на юг куда-то наверно даже на юго-восток пока что полным ходом прямые приказы отменяйте ход отключаем красное освещение чтобы лучше видеть гирокомпас ориентируемся или губные электрические вентиляция помпа компрессора давайте сейчас все что есть пока включаем так сабота ночи давай на верхнюю вахту чтоб не было как прошлый раз просто я судя по всему пошел там отдыхать нет блин сабота ночи нафиг иди куда-нибудь давайте лучше с я на верхнюю вахту непрямые это судя по всему мне нельзя доверять это я же понял все двух матросов не в помощь с биноклями самых зрячих красное освещение ну надеюсь что теперь противника мы заметим то что у нас сейчас дальность видимости от лодки получается от 2 мили 2 мили это прям неплохо на самом деле дает у нас практически 4 километра там 380 тогда то есть но в прошлый раз мотометах на нас 500 если не столько увидели это будет прям крайне печально надеюсь сейчас будет лучше так идем 12 узлах опять же так порт обнаружили где куда 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 откуда где нас военный корабль далеко нет там клоняться так него куда уходить так перед 55 тогда вижу перед 55 не тот же самое дает у нас идет обрезка лево давать час отойдем немножко от него пока что нас явно не увидел опять же порт слать не будем спалимся все отходим пока сюда 10 вечера у нас сейчас пока нормально пока так пойдем перед нами суде по данным гидроакустике помню там еще два корабля было либо для группы кораблей я думаю что мочи шансы их миновать есть сейчас буквально шторма на было бы вообще идеально у нас бы не услышали нас бы не увидели так рапорт пока подождет уху пока нормально час прошли успокойник у нас аккумуляторы 91 процент уже подзарядились так что почему-то минимально обмышленную сейчас на этих а поля пара же самый полный период давно с аккумулятором полом не заряжаются у нас просто полный вперед давайте сейчас проверяем диаграмму фиг с ним спалимся . так и 1800 ускорение идем дальше пока отходим ради успешно пока я сам стою на вас сейчас можно вернуться по кнопке но интересного мажь преодолеть согласитесь потому что тут красно отходит самое интересное как помните да фильме там было бы нового война там самое сложное не залезть именно на дерево самое сложно спуститься так и у нас тоже самое сложное так у нас преследует раз нас преследует 2 что-то третий еще за горизонтом возможно спрождение круто конвоя конечно так дать корейска сейчас на юг утворяю чем попробуем пока у тебя над водным опять же нас 12 узлов может быть нас во первых не так сильно спалят акустика может примут закон транспорт почему бы нет так рапорт пока не отправляем опять же проходим дальше мне меньше интересная задача только что кбд без экшена то есть без кельбы но по уклоняться сейчас получать самым тесто нас от 1 атака глубинным бомбом был наш лодки нашего экипажа хорошо отпуск сходили так дым на горизонте 315 спарток под наш турпедок как раз попадется нет да хрен там был ковет он или вас так уходим то давайте на юг сильно на юг пока что так нет показывает способность полотка мы не будем не надеетесь так вы на горизонте перед 15 но сейчас мы будем 15 часов будет где-то там за 60 опять же что у нас там а еще один спойте к еще один сменить противника блин ну прям проходит между ними на тоненького между патрулем прошли час лопали за низкая ее действительно тяжело заметить конечно здесь они отнимешь так я немножко подустал дать к сейчас сабота ночи на не поставить на верхнюю вахту ставим принудительно также и дает дает даем мафоса сабота ночью потому что опять же мне нужно видеть сейчас мне нужно видеть как правило на аэропорт савиация может наши передачи здесь лететься но вряд ли в целиком году тем более довольно кивя ленькая февраль циркового можно поздравить командир из них и да у нас так идем дальше в принципе прошли можно сейчас один кирк взглянуть может там что-то будет воюющая франция все дела давайте овощи чинить разглядим тут на нашу одну торпеду если нет то просто вернемся может быть почему бы нет так и для давайте покажите средний вперед опять же полным ходом не будем пока насиловать машина нет никакой нужды вас в этом идем-идем-идем у кого где-то не страшно сейчас не киркин честно прикрывается них или нет или все будет как всегда так саботом что у нас сегодня кирки есть двигаю батареи двигаю батареи судя по всему пустой как и всегда да да жалко были четко башка да ну корабли здесь противника не таки понял жалко заход в динкерк да у нас и порт прежнего пуст не хотят французы какие-то корабли подводить ну чтож не мне из-за это судить давайте отходим отсюда хорошо все динкерки ничего интересного часа подойти сюда куда-нибудь кустю темза посмотреть что здесь у нас будет опять же найти какую цель куда наши одну тропеды почему бы и нет не только же мином раскидывать правильно либо принципе быстрее вернуться на базу да и чё с ним она сейчас делать что кружочек есть здесь ничего не будет кто-то да да буду возвращаться 100 будут у нас будут все даем скорее так от него капли в приказах когда все отдохнуть час то там уже я подусталась батон очка дустал так вот рядный противник скорость высокая приближает все-таки мили дать к сейчас подсказать им путь до сюда может что найдем может ничего не найдем я вас берегу ближе прошел мне кажется вот тут они обычно ходят так и можно сделать даже сейчас небольшое погружение малый вперед послушать гидроакустика еще раз вообще происходит так фишарич дайка сейчас гидроакустику садить по тренируйся дал шум минтос мать средне отдаляется это можно не догоним сейчас на наших девяти узлах а вот тут интересно дистанция сквозь средние на что отдаляется тоже блин тоже отдаляется тоже не в тему так тут что у нас средняя приближается вот 26 мили интересно так автосейф и дать правом поймать вот этого товарища может быть почему бы нет ведь опять же полет под берегом так быстро приближается что ничего себе плохо так ну-ка ну-ка вот сейчас мы даже подводном положении получается пойма так мы приближаемся на 10 не боевые корабли так 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 на перископе сейчас сейчас я сижу да у нас что у нас на перископ еще может показать сейчас хоть что-нибудь у нас есть нет на горизонте будет неловко скиньте сменится два дыма два дыма на горизонте опять же либо два транспорта либо это поисковая группа противника дать на них носом повернем сейчас пойдем немножечко так дать-ка пока я включу вентиляцию пока можем хоть хоть как-то немножко воздуха качество повысим так смещается не грузовое судно смотри теперь 55 отлично какой-то приближенность доходства британцев еще дыма видел два сейчас только 1 что ж ладно так что это за суда у нас давайте посмотрим торговец какое-то грузовое liberty нет конечно же tower нет по explore да потому что антенна ведь антенна у него есть характерно это м по explorer дистанция до него давайте определить дистанцию курсовый угол получать у нас сейчас лево где-то под про подскольку тут я думаю что 30 я может и не прав конечно пускай бы пока дистанцию померить сможем нам этого достаточно так и меряем дистанцию давайте дистанции 5000 метров то есть там дистанцию рабочие дать еще может исход сразу померяем а уход нет смысла потому что мы еще сами на ходу до носить поправки сейчас дать прием лево на борт сильнее даем средний вперед рапорт параллель пока не будем опять же по прям скажу лодочку подойдем поближе к нему так самый славный давайте выходим параллельно машина стоп сейчас дать померяем еще раз дистанцию и скорость курсовой получились под 90 примерно то здесь можем быть так дистанция 2000 прекрасно давайте сейчас по скорости старт замеряем стоп 7 узлов верим так курсовой лево 90 примерно не буду использоваться картой попробую подручную пальнуть здесь неровно 90 здесь получите на курсовой левая думаю что 80 это 85 86 и бы так поставил бы на скидку так у нас бренд рапе еще не подготовлено надо будет быть не подготовлен нет времени уже давайте сорок четыре узла 3 метра с глубины актуализируем данные такса потом еще нас на дешевле дистанция давайте на торпеду кража не проделался последнее может не сработать но данные все есть придет давайте то что ли атаковать его не знаю почему нет конец вот сюда курсовой но почти 90 почти 90 сейчас центра точно будет бить под трубу чтобы если небольшой промах небольшое что-то она попалась так пошла хорошо 44 узла дистанция 2 километра сейчас визит без карты то есть да чисто на глаз поставил посмотрим пойдем не попадем надеюсь попадем конечно но наш торпедка такая тоже зубастенькая и идет пока как раз куда я навелся что прямо на глаз дала сейчас 90 здесь небольшая за заслуга на глаз поставить да но тем не менее и да есть работала даже не прогреты молодцы минера здесь куда матросик у нас спрятался настройка в панике судно скрижечь и судно ломается обойную получается в левом борту затопление звенел колокол рапорт час что тонет тебя на год никто не смотрите когда просто добивать его сейчас ладно подойдет добьем зенитки дадим там выжившим хлебушка так давайте а потопление все есть они тонут отлично они тонут так лучше запрос будем всплывать потому что дымов то видел несколько и все-таки за ним кто-то мог бы идти есть не такая чуйка так давайте-ка смотримся не буду пока преждевременно дергаться но вот там какой-то как будто дымок на резонте периодически прорисовывается может быть просто уже обман зрения у меня ладно я никого не вижу давай сейчас подойдем к его сплывем все-таки у нас уже и воздух до сильного много все давайте отправим радиограмму быстренько сплавишь погружаться не будем к что было бы есть соблазна глазом посвятить читать этом загрузки привести но не знаю тогда эти шлюпка номер один выжившие взять на борт в первой штукке никого обрабатываем дальше первую шлюпку даем и припасы хлебушка один для разнообразия консервированные верные мы уже давали хотя бы обычно дадим почему нет так и шлюпка номер два опять же берем набор то получается командир механик здесь у нас комфортабельно не уселись ну собственно там никого нет поэтому ведом дать тоже некому так что у нас здесь на ночь пока то можем так всякой к этим обломком в общем-то нет киприса правильно понимаю да то есть у нас нереально сейчас понырять будет так ключи пока белое освещение может потому что он просто на мелководье и толком там даже не затонул еще не знаю но отправить водолаза у которого 4 глаза у нас сейчас вариантов нет к сожалению к этому кораблю поэтому уходим ну свой последний тропедочки до стреляя так без прогрева стреляя на глаз примерно под 90 вышли то есть да и хорошо но попали попали тем не менее отлично в реальности подводники они старались больше сделать так чтобы курс углу бы 90 то есть потому что летом по 30 там 37 там 45 градусов то есть это все будет прямо на глаз даже то же самого грифмическое кольцо это конечно хорошо но опять же расчету там будут ну плюс-минус лапать когда по нему то есть прямо когда у тебя перископ качает там до его заливает судно тоже там до опять же камуфляж на рекам пляж на всякие окраски там да на фоне берега то есть ты можешь неправильно определить его дальность неправильно определить там длину цели то что еще угодно сделать то есть поэтому тут под 90 как бы это надежно когда ты видишь что у нас от самых характера кого для меня троните трубка то есть рубка у вас нет прямой углы то есть да как бы по ней можно хорошо понять то есть так не так ты идешь я поставить честно к будут дальше вот опять же педисы какие-то миссии будут как сейчас таки не сильнее не самые важные до больше используете на глазами это набивать свой глаз чтобы стрелять по курсовому углу именно от бедра скажем тогда то есть на вскидку мне кажется будет наиболее правильно возвращаемся на базу торпед у нас нет мину мы поставили мы все сделали вы молодцы спустя сутки немножко еще чуть-чуть да вот глимсхафф он пришли мы наконец-то 1 марта 1940 года решился завершился наш поход днем мы вошли в базу лично опять стою разглядываю там еще побудет папа денется на причале этом да так что он с хоров он резкий нагрузок подводника с бриллиантами это за сколько у нас там дается походу за 9 что ли так 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 а нет детям ки бриллиантов мне просто взгляды сфор 9 зацепился ладно наградили нашего фон барона бриллиантов висюлька это хорошо здесь что же колонс дальше лемники да однозначно гитрих лютер с нами впервые прошел он получил просто нагрузок подводника еще не впервые а в двух походах двух походах да наши йохим безусловно бриллиантиках тоже так то что мы там железно пески заработали еще не не заработали а жаль это же до заполнение боевого здания плюс единичка за торпеда так плюс 6 и потопление плюс 6 нелогично то есть да по идее боевое здание к стирок то мне кажется весит побольше чем какой-то рандомный транспортник ладно не будем придираться благо что вариантовую висюльку дали мне тоже хорошо будет чертеньки не продать потом так мне не успешно сделала близится портлен хорошо базе портом так и потопили мы еще им пар пантера здесь у нас промышленность покрышки то есть были 5800 тома не густо но приятном торпеда потратили не зря дети дети мину и поставили тоже все прекрасно все еще опыт у нас получаются кого у нашего литра красновенького дать сразу повысим может быть так опять же маска отежник лингвист это именно для досмотра судов логично дать ему то навигатор еще чтобы мог ставить под сомнение курс плюс опять же он нас все-таки командир он часто будет смотреть в карту и навыки навигации модно однозначно нужны сейчас поэтому давайте да все такая будет цепочка тут прям идеальных для досмотра он только английского навигатор общительность да то есть вот то что надо то что надо прям так я же лучше бы не знакомить не знака английского лингвиста но то что есть то есть она покидаем тогда все и он повысили больше пока что повысить никого не можем дать к посмотрим что он что будут за задачами тесто на следующей миссии на следующей серии так если новые приказы у нас с капа флоу нас также осталось до нервник кардиф в общем то больше ничего сопротивления то есть никаких новых задач мы к сожалению не получили то есть и по карте у нас к первому марта пока нет ничего нападение на францию мы еще тоже не начали но не мы когда германия поэтому задачи нас не обновились но вот принципе снова сходить на минирование опять же может быть действительно навык быстрее перезарку получить имеет смысл потому что ходить просто свободно охоту можно но смысла ниже на денег хватает репутации пока хватает то есть зачем когда возникает вопрос как то так это так ну на самом деле поход получился интересный то есть да у нас из результатов активе один транспорт и небольшая минная банка до возле портсмута но прям нас и побомбить успели да и тут ночная как бы встречаться с минсом прям тоже дала так адреналин чеку немножко транспорт хорошо таковали прям как по учебнику все то есть тут конечно думаю что кипаж работал хорошо кипаж работал отлично плюс вас усталость в общем то даже и нет дисциплины сто процентов то есть нам сейчас походе к на 2 и еще хватит нашего экипажа до следующего отпуском хорошо хорошо это хорошо ну что все я думаю давайте заканчивать такой получился нас поход длиной в один час примерно 10 минут как показывает мне оба с к при записи поход по моему получилось реально интересно сейчас вот то болото после обновления мне кажется нравится больше это безусловно опять же есть проблемы с экономикой потому что денег у нас очень много да там почти 100 тысяч марок от россии хам реально пока что некуда может потом концу войны кажется ситуация изменится но сейчас как тут организации торпеда все как-то довольно дешево стоит то есть хотелось бы конечно по хардкорне на что закажет транспорт ты бы дрался не потому что там хоть и хочется потопить а потому что понимаешь это деньги как бы да и это там возможно какой-то новый гидрофон от волк там через полгода если продолжит в таком же темпе там их топить вот но сейчас конечно увы ладно что есть то есть а чуть не забыл да конечно еще вагали мы поставили даже без фарфорового унитаза наши лодки туда тоже изучили тоже полезно тоже будет бонус в тишину нам ладно всем сегодня все всем большое спасибо опять же будет и следующая часть у нас трансляции либо просто записи пока не знаю может быть даже просто записи то что опять же ведь нас по комиссии более-менее не скажешь и спокойный как бы да но более-менее рутинные пузырька с собой рабочей войны мы сейчас с вами вот опять же с капа флоу мы всегда еще успеем сходить поэтому пока что имеет смысл дум по выполнять эти минирования там доставку агентов там далее прочее 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 ладно сегодня всем всем большое спасибо и до свидания